Каждый из нас насладиться не может, наполниться не может ничем. А если мы соединены вместе, тогда между нами циркулирует вот эта огромная сила, которая называется жизнью. Этого нам надо достичь, и иначе мы просто не сможем двинуть пальцем. У нас не будет жизненной силы ни на что. Это то, что уже проявляется в человечестве. Вот эта апатия, вот эта отрешенность, вот это нежелание вообще ни к чему. Это какой-то качественный, совсем новый вид наслаждения. Я могу сравнить это как, допустим, есть собака, есть человек. Собака наслаждается тоже, она там и кушает, и человек кушает, тоже наслаждается. То есть в человеке есть другой спектр, естественно, ощущений, желаний. Совсем качественно другой уровень. То есть так же, как и мы сегодня, как человек, можно это сравнить с этим общим организмом. То есть такое можно сделать сравнение? Дело в том, что когда мы наслаждаемся, мы наслаждаемся каждый по себе, и поэтому эти наслаждения в нас гаснут. Я наслаждаюсь, то есть приходит во мне наслаждение, оно какое-то мгновение наполняет меня, в чем-то я его ощущаю, и оно аннулируется. Почему аннулируется во мне? Потому что оно входит в мой эгоизм, в мое желание. Наслаждение и желание не противоположны. При их контакте возникает ощущение наполнения, счастья, но одновременно с этим происходит аннигиляция. Они уничтожают друг друга. Наслаждение и желание. Почему? Да очень просто. Я хочу пить, и вот здесь передо мной находится, допустим, питье. Я наполняю себя им, пока я не наполнил свое желание, пока оно во мне есть, я ощущаю, что я наслаждаюсь. Как только это желание наполняется, то выходит, что наслаждение, которое его наполняет, оно аннулирует само желание, я больше ничего не желаю. Поэтому в таком случае, если я наслаждаюсь, я один, то мое наслаждение, оно ограничено и по количеству, и по качеству, и по времени. От желания к наполнению, от наполнения к желанию, от желания к наполнению, все время в погоне, в погоне, в погоне, за новым желанием, для того, чтобы его на секунду наполнить, и снова новое желание, пока ты его наполнишь и так далее. То есть все время движение от страдания к страданию, и немножко посреди какие-то мгновения наслаждения. А здесь, когда ты находишься в постоянной связи со всеми, то ты ощущаешь непрерывное желание и наслаждение, связанные друг с другом и не пропадающие, потому что они переходят и переливаются через всех. Ты их ощущаешь не в себе, а в огромном целом организме, цельном организме, который находится как бы вне тебя, ты его всего лишь маленькая часть, но вот эту общую жизнь ты ощущаешь как свою личную собственную. То есть у тебя получается не ощущение жизни в себе, а ощущение жизни во всей этой огромной природе. Ты становишься ее интегральной частью, ты становишься как бы ощущающим ее творение, ее план, ее вечность этой природы. То есть это состояние вообще получается вне времени? Это вне времени, вне пространства, это состояние следующего измерения. Ты входишь в матрицу, в новое измерение. Субтитры создавал DimaTorzok